здравствуйте уважаемые садовод огородники сезон выращивания томатов потихонечку приходит к концу и я здесь на канале иванова наука русских иван расскажу вам о топ 5 средств для дезинфекции теплицы дезинфекция является абсолютно необходимым элементом ухода за растениями почему за растение во первых теплица делается мутная на ней всякая грязь оседает ее надо смыть обязательно во вторых поверхности теплицы будет у деревянные металлические поликарбонат стекло или пленка многолетние являются такими аккумуляторами всевозможных фитопатогенов спор образующих и не спор образующих бактериальных и грибных и всяких которые здесь зимуют заседают и от которых потом бывает очень тяжело избавиться особенно от кладоспориоза и многих подобных болезней кроме того в различных конструкциях теплицы в щелях и так далее заседают зимующие формы паутиного клеща и вот когда вы безопасно вынесли вынули отсюда растения а мы об этом говорили как это сделать в одном из наших видео как всегда ссылки на связанные видео в правом верхнем углу этого выпуска то надо конечно теплицу помыть и вот существуют разные способы мойки и давайте начнем с пятого места на пятое место я поместил кальцинированную соду не путайте ее с питьевой соды она не обладает такими моющими и дезинфицирующими свойствами как кальцинирована кальцинированные соды надо взять один стакан на ведро теплой воды и затем провести мойку вы можете помыть тряпкой щеткой а также обработать пульверизатором на поверхность теплицы если где-то есть стойкие механические загрязнения то там тряпочка придется потереть разумеется при использовании различных средств для мойки теплицы необходимо использовать индивидуальные средства защиты хотя бы масочку очки перчатки ну что то такое в этом роде раствор кальцинированной соды можно хранить столько сколько захотите после суток как минимум сутки должно воздействовать на поликарбонат там на стекло и другие укрытия на металлические поверхности этот раствор необходимо будет смыть потому что он дает белесые потеки очень нехорошо если этот раствор будет заходить высоты поликарбоната потому что вы мыть его оттуда бывает достаточно сложно поэтому если у вас не защищены вот эти срезы поликарбоната сотового в этом случае защитить их временно с помощью скотча или же постоянно с помощью ну каких-то силиконовых прозрачных герметиков надо помнить что сода это соединение натрия и систематическое внесение соды в том числе в виде моющих растворов является нежелательным защищенном грунте да и в открытом тоже если вы переживаете они засолены ли у вас почвы если растение вас не очень хорошо растут особенно в долго давно эксплуатируемых теплицах в этом случае проведите осеннее гипсование об этом мы тоже говорили на нашем канале на четвертом месте у меня находится хозяйственное мыло хозяйственное мыло 50 грамм на 10 литров теплой воды является хорошим и дезинфицирующим и моющим средством и для внутренней и для наружной поверхности теплицы точно так же как и с содой по прошествию суток необходимо будет такой раствор смыть мыло достаточно сложно смывается будь то тряпкой будь то еще раз обдать чистой водой из пульверизатора но какие-то небольшие остатки мыла не так уж страшны ну они немножко портят эстетику поликарбоната но постепенно смоются по крайней мере в следующем сезоне когда начнется роса так точно надо сказать что раствор хозяйственного мыла хранить нельзя его надо использовать сразу же на третье место я помещаю всевозможные перекисные соединения в первую очередь это персоли это такие отбеливатели как босс персоль и на них похожие вы должны сделать такой же раствор по инструкции сил то что препараты разные как написано на упаковке для отбеливания тканей сделать теплый раствор то что персоли все хорошо работают в теплых растворах и точно так же тряпкой щеткой или пульверизатором обдать поверхности и подождать минимум сутки и затем смыть потому что также он оставляет потеки и также плохо если он затекает в соты поликарбоната к перекисным соединением также относится и над уксусная кислота рецепт который у нас был в одном из видео ссылка также в верхнем правом углу экрана связанное видео над уксусная кислота на втором с половиной месте почему потому что ее не надо смывать к тому же в отличие от всех других средств она обладает очень сильным альгицидным действием она буквально на глазах уничтожает всевозможные водорослевые наросты такие налеты и ничего страшного если она попадет внутрь самих сот я иногда прям загоняю туда специально внутрь самих сот из пульвера для того чтобы она промыла если там вдруг поселились водоросли на второе место я помещаю хлорные отбеливатели они бывают разные но в первую очередь речь идет о белизне вы можете взять также доместос белизну любое другое хлорное средство хлорное средство необходимо развести в соответствии с инструкцией так чтобы было написано там для дезинфекции потому что концентрация гипохлорита разная и концентрации для разведения разные растворы не хранятся точно так же как не хранятся растворы персоль или над уксусной кислоты надо сделать и сразу же обработать зависимости от состава хлорного отбеливателя иногда надо смывать иногда не надо смывать примерно через сутки как и другие средства чем это связано если в состав отбеливателя входит только гипохлорит и вода в этом случае возможно смывать и не придется потому что в результате реакции образуется обыкновенная поваренная соль которую вы используете на кухне небольшие ее потеки практически не видны на поликарбонате если же в состав входит сода или едкинатор то вы будете видеть потеки которые необходимо смыть и на первое место такое мы ставим средства как биопак биопак совершенно современный дезинфектант с моющим действием с моющими свойствами разбавлять его для дезинфекции нужно 1 к 500 и точно также обрабатывать поверхности как и всеми другими средствами его не надо смывать раствор хранится до двух месяцев на самой поверхности с учетом зимнего сезона сохраняется до полугода широчайший спектр антимикробной активности не имеет запаха как хлорные отбеливатели например или над уксусная кислота вот как я уже сказал не надо смывать очень хорошо если он зайдет туда внутрь сот потому что он длительное действие будет защищать от нарастания водорослей потому что он же является и сильнейшим альгицидом вот поэтому он у меня и на первом месте потому что он является самым эффективным что же как видите способов для дезинфекции теплицы достаточно много более трудоемкие менее трудоемкие но все они являются вполне эффективными что ж на этом я заканчиваю свой выпуск содержите свою теплицу в порядке и это воздастся вам хорошим здоровым урожаем с минимизацией необходимости дальнейших обработок растений до свидания